Дмитрий Подлесной Смотрите в этом выпуске Закончат к 1 сентября Дорожники выполнили 15% работ По капитальному ремонту улицы Грибоедова Рост травматизма и смертности На треть при ДТП Сотрудники ГИБДД пытаются стабилизировать Обстановку на дорогах И в одном шаге от банкротства Находятся практически все частные детские сады города Убийство на дачах И садово-огороднических товариществах Стали для Сургута нередкостью Очередная трагедия произошла в кооперативе Обские Мужчина в ходе бытовой ссоры с сожительницей Избил ее От травм потерпевшая скончалась на месте преступления Позже, видимо, осознав то, что женщина мертва Мужчина повесился В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза По результатам которой Следователи примут процессуальное решение Отмечу, в результате трагедии Трое детей остались сиротами Следователем Сургутского межрайонного следственного отдела Возбуждено уголовное дело По признакам преступления Предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации То есть умышленное причинение Тяжкого вреда здоровью Опасного для жизни человека Поглегшее по неосторожности смерть потерпевшего А вот криминального характера В другом несчастном случае Следователи не усмотрели По факту смерти мужчины В дачном кооперативе «Гвоздичка» Уголовное дело возбуждено не было Официальная версия смерти – сердечный приступ Напомню, информация об убийстве молодого человека Появилась в соцсетях в субботу 27 июня Тогда, по словам очевидцев, погибший и его девушка Находились в гостях у новых знакомых В ходе распития спиртных напитков Между отдыхающими случилась ссора Итогом которой стала драка В результате мужчина скончался на месте Его девушка также пострадала С множественными ушибами головы она была доставлена в больницу По результатам проведенного судебно-медицинского исследования Установлена предварительная причина смерти мужчины Острая коронарная недостаточность Острая сердечно-сосудистая недостаточность В Сургуте полным ходом идет ремонтная компания дорог В этом году на замену асфальта потратят около 424 миллионов рублей Помимо прочего, приведут в порядок и улицу Грибоедова Светлана Стебенькова узнала, на какой стадии реставрация многострадальной улицы Марина Ефремова живет на улице Грибоедова 4 года Чтобы кто-то так основательно взялся за ремонт дороги За это время не видела Конечно, техника работает по ночам И это определенный дискомфорт, говорит девушка Но главное, чтобы дорогу наконец-то сделали В ужасном не то слово На участке в 650 метров не было ни кусочка целого асфальта Но в этом году ситуация разрешилась На реконструкцию Грибоедова потратят более 100 миллионов рублей Сегодня работы уже идут полным ходом Дорожники со дня на день закончат демонтаж старого полотна И приступят непосредственно к укладке нового Кстати, технология, по которой работают строители, особенная Ее применяют не только на Грибоедова В этом году мы 100% сплошного асфальтирования делаем С применением щебеночномастичных асфальтобетонов Как показывает практика, как показывает практика других городов По соотношению цена-качество Нам кажется, что сегодня это самое оптимальное покрытие Которое не позволяет достаточно долго асфальту разрушаться К слову, подрядчик дает на такое полотно гарантию До первого ямочного ремонта 4 года До капитального 20 лет Впрочем, это лишь перспектива и весьма отдаленная Насущных же проблем, которые нужно решить здесь и сейчас, больше Например, бесконечные лужи на Грибоедова Не секрет, что эта улица даже после маломальских дождей превращается в озеро Всему виной отсутствие ливневок Строители же обещают, что вместе с новой дорогой На злополучном участке от Крылова до Привокзальной Появится и новая система водоотведения Это будет полностью новая ливневая канализация Подрядчик приступит к работам Я планирую с 10 июля Выйдет сюда уже на поверхности Будут лотки водоотводные Которые будут отводить воду В специальные колодцы И дальше будет производиться врезка на улице Крылова В ливневую канализацию Для отвода воды с данной улицы По плану, ремонт дороги на Грибоедово Закончится уже к осени Пока дорожники все работы выполняют в срок Готовность на 2 июля 15% Впрочем, это только начало Вместе с тем на реконструкцию дорог Сургута Потратят около 424 миллионов рублей 226 миллионов городские деньги Около 200 миллионов добавил округ В прошлом году сумма была чуть больше Около 700 миллионов рублей Но, как говорится, в кризисный год И на этом спасибо Светлана Степенькова, Фарид Исмаилов, Сургут, Интерновости Помимо ремонта продолжается и строительство городских дорог Разыгран тендер на участок улицы Маяковского Который соединит две параллельные магистрали Улицы 30 лет Победы и Университетскую При завершении работ сургутяне получат Полноценную дорожную артерию От центра города до промышленной зоны Ввод объекта в эксплуатацию Позволит снизить потоки транспорта И разгрузить пробки в утренние и вечерние часы пик На улице Островского Также в ближайших планах строительство Двух новых проезжих частей Которые соединят Югорский тракт С улицами Держинского и Геологической Продолжение Держинского У нас будет называться улица Никольская Соединяющая улицы от проспекта Набережного До 1З И сейчас Достаточно серьезно решается вопрос О продолжении улицы Геологической То есть там делается возрождение Использовать снежный полигон В районе острова Зайчий нельзя Так постановил суд Соответствующим искам Обратилась природоохранная прокуратура Сотрудники надзорного ведомства Установили, что в течение двух последних лет Муниципальное предприятие Дорримтех складирует снег на объекте Нарушая закон В частности коммунальщики Не проводили исследования негативного влияния Своей деятельности на окружающую среду Только за прошедший зимний период На полигон вывезли около миллиона кубометров Осадка в перемешку со снежным сметом Так как объект не оборудован гидроизоляцией При таянии произошло загрязнение Прилегающей территории Нефтепродуктами, марганцем, фенолами И химическими реагентами С паводком эти вещества попали В протоку Кривуля Природоохранный прокурор Направил в суд исковое заявление И потребовал запретить Муниципальному предприятию Дорожные ремонтные технологии Дальнейшее использование земельного участка Для складирования снега А также потребовал освободить Используемый участок От размещенных снежных масс И провести его рекультивацию В настоящее время суд требования прокурора Удовлетворил в полном объеме Исполнение судебного решения Контролируется прокуратурой Чтобы город не остался без полигона На грядущий зимний период Депутаты Сургутской думы В июне приняли поправки В локальные нормативные акты В рамках которых было бы определено Новое место для складирования снега Объект расположен возле Чернореченского кладбища По природоохранному законодательству Его необходимо обустроить Соответствующей инженерной сетью Гидроизоляцией А также снегоплавильным оборудованием Эти работы пока не начинались Более того, экологи еще не просчитывали Как на окружающую среду повлияет новый полигон Чтобы получить этот земельный участок Под полигон Достаточно обратиться с заявлением А если все земельные участки Которые будут выделены под полигон Будут выданы одному Собственнику Который будет просто саботировать Строительство капитальных сооружений Для этих снежных полигонов Требуем законодательства И город станет просто Некуда будет снег вылазить Тоже неотвеченный вопрос Дальше сброс на грунт Сумма ущерба при ДТП Которую можно покрыть по Европротоколу Увеличена в два раза Теперь она составляет 50 тысяч рублей Этот вариант разрешения спора при аварии Подходит для происшествий С незначительным материальным ущербом И только в том случае Если один из участников полностью признает свою вину По Европротоколу нет необходимости ожидать на месте дорожных полицейских Водители сами зарисовывают схему аварии И обращаются напрямую в страховые компании Среди россиян этот вариант долгие годы не пользовался популярностью В первую очередь из-за того, что ДТП не фиксировалось в ГИБДД А значит, любое последующее обращение в суд При выявлении скрытых дефектов было невозможно Так как нельзя было доказать сам факт аварии Госавтоинспекторы уверяют, что сейчас в такой ситуации Вполне можно оформить ДТП и, как говорится, задним числом Заявлением необходимо обратиться в местное отделение ведомства Когда граждане оформляют ДТП по Европротоколу Но потом, как вы говорите, они не укладываются в эту сумму Они потом также с заявлением обращаются в ГИБДД с просьбой оформить ДТП Нарушений с их стороны никаких нет То есть первоначально они исполнили требования федерального законодательства И оформляли без участия сотрудников полиции То есть факт ДТП зафиксировал Тут смысл в чем, что была фиксация дорожно-транспортного происшествия И состава административного правоврушения здесь нет Но Европротокол не подходит для аварий, в которых пострадали либо погибли люди А по таким ДТП с тяжкими последствиями в Сургуте фиксируется значительный рост За шесть месяцев их произошло около двухсот Семнадцать человек скончались и более двухсот пятидесяти получили телесные повреждения За аналогичный период прошлого года эта статистика была куда более скромная Всего сто шестьдесят пять аварий, десять погибших и около двухсот травмированных В ГИБДД отмечают, что основной пик пришелся на март, апрель и май Июнь в сравнении с весенним периодом выглядит спокойнее Практически все показатели снизились примерно на пятнадцать процентов Еженедельно у нас в среднем, если брать разрез недели То еженедельно мы проводим где-то от трех до шести семи профилактических мероприятий различных направлений То есть если брать предвыходные и выходные дни Это мероприятие направлено на профилактику и выявление нарушений Связано с управлением состояния опьянения водителями Это у нас либо мы отрабатываем сейчас наиболее актуальное садово-огороднические товарищества Или попросту говоря дачи Социально ориентированный бизнес на грани банкротства Сургутские предприниматели, занимающиеся детскими садами, оказались в тяжелом материальном положении С переходом детей в новые муниципальные и дошкольные учреждения А также периодом отпусков доходы учреждения резко упали Кто из бизнесменов дотянет до осени и будет ли ближе к концу года легче, выяснила Екатерина Любешева 5, 6, 7, 8, 9, 10 Частный детский садик «Наш малыш» находится на пороге получения лицензии Сейчас мы получили заключение позже надзора и будем получать заключение Роспотребнадзора Но для этого нам осталась маленькая деталь Это договор по прогулочным площадям, так как у нас нет своих Ну сказали, через 7 дней договор такой будет И мы подаем документы в Роспотребнадзор После чего в оборнадзор Больше половины садика пустуют из-за довольно высокой стоимости посещения 16 тысяч рублей в месяц В августе, чтобы не закрыться на совсем, в садике снизят цены до 10-13 тысяч Удешевить тариф до уровня муниципального садика можно будет только в одном случае Если компенсируют услугу, присмотра и ухода за детьми В Сургуте подобного не практикуется Максимум, что можно сделать, получить компенсацию за образовательную дошкольную деятельность Ну вот загвоздка, лицензию получить так сложно, что за всю историю частных садов Сургута Получили заветный документ всего трое предпринимателей И то, один в прошлом году, двое, можно сказать, на днях Но даже им не выжить при нынешней экономической ситуации Компенсация только за образовательную деятельность Не позволяет снизить стоимость посещения садика до такой степени Чтобы тариф смог конкурировать с муниципальными дошкольными учреждениями Все эти проблемы и усадили чиновников, депутатов и предпринимателей за стол переговоров Мы же не говорим, что дайте что-то, помогите в сиропном и нищем Мы говорим, давайте нам равные условия Муниципальный детский сад решает проблему, скажем, образования детей Частный детский сад решает ту же проблему, на тех же условиях Сделайте равные условия, и этим, и тем Не надо лучше, не надо хуже, сделайте равные И частный бизнес решит проблему Вам не надо будет строить, вкладывать деньги, вкладывать реконструкцию, в ремонт, набирать людей Эта проблема решится Мы снимаем с государства ряд проблем Председатель ассоциации частных детских садов Сургута Тарас Криштанович Выступил с обращением к депутатам города внести поправки в муниципальное законодательство Частники уже не просят, а буквально кричат о помощи, заявляя о предбанкротном состоянии В пример решения проблемы просят обратить внимание на опыт соседнего нефтьюганска Там родитель сам решает, отдать ребенка в частный детский сад или в муниципальный, потому что цены равны Проработан был проект изначально на стадии проектирования вообще И мы с администрацией города прорабатывали модель таким образом Общее финансирование за образовательные услуги, то есть это субсидирование оплаты педагогических сотрудников Методической литературы, игрушек и так далее, это одна часть Нам объяснили, что как только мы получаем заключение Я, Гошпостнадзора и Роспотребнадзора До получения лицензии мы имеем право на получение субсидий в размере присмотра и ухода За такое же, как в муниципальных дошкольных учреждениях, за минусом нескольких статей расходов Которые к частному предпринимательству просто не применяются Также нефтеюганским частным садикам убрали гигантские статьи расходов, арендную плату и затраты на капремонт помещения Сургутские чиновники от образования следуют букве закона, а в нем черным по белому Компенсировать присмотр и уход только муниципальным детским садам Иначе говоря, чтобы решить проблему в пользу предпринимателей, нужно менять закон Мы смотрели проект в законах МАУ и Югры о том, чтобы спсидировать расходы частного бизнеса в сфере дошкольного образования Как раз на присмотр ухода В этом документе как раз указаны, есть форму расчетов, по которым будет определяться та сумма, которая будет направляться индивидуальным документам И именно на покрытие тех расходов, которые связаны с присмотром ухода Но это только проекты документов У депутатов свое видение решения проблемы Сергей Рябов, например, посоветовал перепрофилироваться По указу президента 1 января 2016 года у нас вообще мест, значит, дефицита мест быть не должно в детских садах И вы сами видите, что построено 12 садов Построено вот за последний год 12 садов построено Произошло расширение уже существующих садов Где дополнительно 4 тысячи мест детских было введено за счет дополнительных групп Единственная ниша остается, насколько я могу вам посоветовать, это до трех лет Такой ответ предпринимательское сообщество не устроил Почему у частных детских садов накопилась некая, я бы назвал, такая обида Почему? Потому что года три назад им сказали Ребята, давайте, закрывайте брешь, хватайте флаги, мы вам будем помогать У нас есть проблемы А сейчас говорят, ну, это же бизнес, ваши проблемы, вы как-то там переориентируетесь На вопрос депутата Рябова, за счет каких статей предлагают субсидировать садики Ответ был прост За счет средств, предназначенных на строительство новых дошкольных объектов Лучше развивать уже имеющиеся обустроенные места, чем вкладывать деньги в создание новых Еще аргументы, бизнес гораздо мобильнее и предприимчивее государства Если округ даст полномочия городским депутатам, то они с удовольствием поддержат нововведение в пользу социальных предпринимателей Но все это будет, когда депутаты выйдут из ежегодного отпуска Сколько к тому времени частных детских садов доживут, по осени сосчитаем Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Денис Зонов, Сургут Интерновости Сургутянин отмечен за показательное несение службы Евгений Вакуула проходил службу в отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Эдмундовича Держинского Внутренних войск МВД России Сургутянин проявил свои лучшие качества Сибирскую выдержку и стойкость при исполнении поставленных задач За отличную службу от командира войсковой части поступило благодарственное письмо В адрес временно исполняющей обязанности губернатора Югры Натальи Комаровой Я очень много и часто любил рассказывать про Хантамасийский автономный округ Югра То есть перед своими сослуживцами, которые из других регионов нашей страны необъятны Я рассказывал про прелести, про вообще сам наш округ, да, как он прекрасный, сколько здесь много интересного Про, в частности, город Сургут 22-летний Евгений Вакула учился на третьем курсе по специальности политология в Сургутском государственном университете Когда решил забрать документы и отдать долг родине В армии сургутянин активно организовывал агитационную деятельность Помогал сослуживцам адаптироваться в новой обстановке Доносил правовые аспекты службы до молодых солдат Евгений награжден нагрудным знаком за отличие в службе второй степени И грамотой главнокомандующего внутренних войск МВД России Также очень много помогал организовывать какую-то работу именно агитаторскую в подразделении У себя в роте, в батальоне, в полку То есть доводил информацию, какие-то правовые обязанности, служебные обязанности, военные обязанности для военнослужащих Потому что есть ребята, которые теряются в армии и с ними очень трудно работать На этом у меня все Смотрите больше новостей на сайте www.indefisnews.ru А я с вами прощаюсь До встречи Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж 7 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами Телефон центра 90 11 88 Вам нужен контейнер? Не знаете, на чем перевести домашние вещи? Специалисты компании Югровоз всегда рады оказать профессиональную помощь в организации грузоперевозок В том числе и ваших домашних вещей со скидкой 50% Звоните 61 40 30 В связи с закрытием отдела кожи и меха в магазине Адам Большая распродажа Скидки на мужские и женские норковые шубы 50% Магазин Адам Улица 50 лет ВЛКСМ 3,2 Второй этаж Телефон 37 63 77 Современные, стильные, надежные, на любой вкус Входные и межкомнатные двери Цены разумные, условия интересные Сервис гарантированный Салон дверей на магистральной Открытый для всех, доступный каждому И о погоде на 3 июля Здравствуйте в студии Алина Белявская В кожаном изделии от салона меха и кожи с оленей коллизиони Генеральный спонсор прогноза погоды компания Жалюзи Слишком ярко Слишком скучно Слишком пасмурно Это поправимо Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные Компания Жалюзи Более 20 лет создает хорошее впечатление От любого вида за окном Компания Жалюзи Улица Гагарина 8 и улица Лермонтова 11-5 В предстоящие сутки циклонический вихрь Обосновавшийся над восточным районом региона Будет доставлять кратковременные дожди Почти по всей территории Западной Сибири И лишь при обе Благодаря повышенному фону атмосферного давления Обойдется без осадков Ночью в Сургуте и окрестностях Облачно с прояснениями Кратковременный дождь, местами гроза Направление ветра юго-восточное 4,9 метров в секунду Температура воздуха плюс 13, плюс 18 Утром переменная облачность Небольшой дождь, возможно гроза На столбиках термометров около 15 градусов тепла Днем с прояснениями Дождь, местами гроза Ветер южный 4,9 метров в секунду Температура плюс 17, плюс 22 Активные товары для активных малышей Бассейны, горки, велосипеды, самокаты, электромобили Огромный выбор в сети магазинов «Карапуз» Активный отдых, спорт или дача «Карапуз» решит задачу Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз» Достойное качество по выгодным ценам В течение дня солнечная активность умеренная Геммитное поле спокойное Атмосферное давление понизится И составит 736 миллиметров втутного столба Фабрика комфорта проводит акцию Наши услуги в два раза дешевле Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские Из экологических материалов по новым технологиям Покупайте качественную, модную и недорогую мебель Город Сургут, улица Кирбая, 19 Торговый центр «Магаз», 3-й этаж Телефон 51 10 70 Пожалуй, самые выгодные условия Успейте купить хорошую мебель В салоне меха и кожи Солень и коллизионе Грандиозные скидки На всю демисезонную коллекцию 70% Дубленки от 18 тысяч рублей Солень и коллизионе Сургут Ситимол, 2-й этаж Скидка на демисезонную коллекцию 70% Я желаю вам всех благ Будьте здоровы До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»